приветствую всех кто будет просматривать это видео чемпион по тугодумности аспидистра вариегатная вот так она называется вот и бирка от нее аспидистра сушо ну как-то так японская по моно и вот когда я ее купила 22 апреля двадцать первого года я купила укорененный отросток уже стаканчики хорошие были корешки стаканчик был 200 грамм и корни такие уже большие были я подумала что нужно его пересадить пересадила в горшок при покупке был один лист который торчал из грунта и новый трубочка еще там даже не развернувшийся новый лист был роз вот это в таком виде я купила один лист и новый листик разворачивался вот и я пересадил ее в горшок все было в общем то нормально но очень быстро вот здесь вот белая большая часть вариегатности было и она стала пропадать то есть сначала эта часть отмерла у материнского листа потом вот этот второй лист был он вырос развернулся но здесь вот прям половина практически чисто белая была вот эта половинка и со временем она так вот пропала то есть прошло полтора года с покупки с момента покупки и собственно говоря вот красота все что имеем на этот момент за это время я пробовала ее пересадить ну то есть достаточно долго уже она сидела и не растет вот сидит и не растет я думаю ну что ж такое у меня не было опыта с аспидистрами никогда в жизни у меня не было аспидистр никаких не темно-зеленых не другие там какие-то еще сорта есть в крапушку но я не подозревала что настолько медленно они растут то есть где-то месяцев наверное через девять то есть вот эти листы которые были они потихонечку пропадали отмирали а новые не растут я забеспокоилась когда вот этот лист начал портиться ну вот где-то девять месяцев прошло с момента покупки и в начале весны этого года я решил ее ну посмотреть что там с корнями и может быть пересадить вытащила корни идеально белые мощные жирные и там такое корневище внутри не знаю все хорошо почему не растет не могу понять но в общем опять пересадила в общем-то в тот же групп грунт единственно немножечко побольше горшок взяла потому что там уже упирался там такой корневище и вот она прям уже можно сказать упиралась по размерам горшка и вот немножко подальше здесь побольше места куда ему расти и вот полтора года прошло и вот вуаля вот наконец-то первый долгожданный новый листик растет первый за полтора года я не знаю то ли у меня это такой ту году то ли это вообще такое растение очень медленно растущая вот за полтора года первый лист этот лист очень красивый был здесь много белого не знаю почему пропал ну белые части у всех растений не жизнеспособные так как хлорофилла в них нет и через какое-то время они видимо пропадают отмирают но я переживала что новые листья не росли и я беспокоила думаю может быть что то не то с ним уже где он у меня только не стоял и на подоконнике и на стеллаже под досветкой летом на лоджии стоял ничего нигде не росло ну вот лист этот как был так и был особо без изменений вот это уже давно сто лет назад я обрезала его и вот так как бы так он и есть вот такой ту году я не представляю может быть поэтому они таки дорогие в продаже я как-то видела зеленое продавали но там просто космическая была цена очень дорогое растение там шикарный конечно был куст очень мощный очень красивый огромный такой ну и цена там такая дорогая была вот этот вот я покупала один лист за тысячу что ли рублей ну тоже прям скажем не дешевое удовольствие но мне очень понравился окрас на тот момент такая яркая варигатность была у маточного листа вот здесь посередине белая варигатность была этот вот какой-то был такой на половину белый тут с этой стороны узкая полосочка зеленая была а так большей частью белый был ну вот стал пропадать подсыхать я так таким вот образом его обрезала надеялась ждала вот то что нас прям глазам своим не верю три года не прошло как говорится обещано три года ждут ну вот у меня не прошло всего лишь полтора годика новый ростик обалдеть такие вот они тугодумые надеюсь оригадный будет лист надеюсь что как-то делать сдвинется с мерзкой точки и в дальнейшем побыстрее будет расти ну это просто что-то ужасно такие такое долгое ожидание полтора года я не знаю это для меня это наверное самый тугодумный растение которые у меня в коллекции есть чтоб так вот долго ждать каких-то признаков каких-то новых ростов да уж ну буду надеяться что теперь дело пойдет побыстрее раз начал расти так и может как-то следующий побыстрее листик выдаст следующий лист не придется еще полтора года ждать очень тугодумная ну очень но красивая такая вот аспидистра сушо ну как то так знаю как это произносится ладно всем пока всем удачи и быстро растущих растений чтоб все таки не полтора года ждать следующий лист пока пока